И всем привет, ребят! С вами Старбайк и все записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обсуждению нашей мобильной версии и ее закрытия. Но если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш по тегу на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личные тег-тег-тег-темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. И сегодня вместе с вами я бы хотел обсудить, что же будет у нас после того, как откроется мобильная версия игры, когда она, во-первых, откроется, да, никто еще до сих пор не знает, ну и дадут ли какую-либо компенсацию всем мобильщикам, которые потеряли время и не могли играть в нашу игру. Выскажу свою точку зрения, позицию на этот счет, ну а вы в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Да, обсуждений компенсации в последнее время стало много, но на сегодняшний день. Что касаемо мобильной версии, я думаю, что это точно имеет место быть, ведь мобильная версия полностью закрыта на сегодняшний день. А когда такое происходит, как и было с основными серверами, то у нас обязательно выходит компенсация. Но будет ли она в этот раз на мобильной версии или нет, это, конечно, интересный вопрос. И я, наверное, в этот раз больше склоняюсь к тому, что полноценной компенсации не будет. Ведь, если об этой проблеме даже ничего особо не говорят, да, и с чем она связана, и почему закрыта, то пока у нас больше вопросов насчет этой темы, чем ответов. Никто особо не понимает, с чем это все дело связано. И, самое главное, никто не знает, насколько долго эта мобильная версия будет закрыта. Если сроки у нас будут большие, да, то я думаю, что компенсация может быть. Ведь каждый игрок с мобильного телефона, есть и игроки, которые играют с телефона и не играют абсолютно с компьютера, могли иметь премиум аккаунты, могли иметь ежедневные танкойны и прочие дополнительные награды. И с сегодняшнего дня у них нет абсолютно никакой возможности зайти в игру. То есть, они теряют ежедневно прем, они теряют ежедневные танкойны, то есть, в день по 150 танкойнов они теряют. И, ну, как минимум, они не набивают ни звезды, не получают никакие дополнительные контейнеры. То есть, соответственно, все эти 4 ресурса они теряют. Да, я не говорю сейчас про кристаллы, потому что, в принципе, кристаллы это, ну, неотъемлемая часть, да, что теряется. А вот как раз-таки прем ежедневно, ежедневные танкойны, все те ребята, у которых были, они по 150 танкойнов теряют. Дальше, соответственно, контейнеры и звезды, да, то есть, звезды за ежедневные задания, контейнеры за ежедневные задания. То есть, это тоже все теряется, потому что на постоянной основе оно все выполняется. Ну, и тут встает вопрос. Если это все будет на длительный период и все эти проблемы затянутся, то, я думаю, что стоит ждать компенсацию. И стоит надеяться на хорошие бонусы для всех игроков, кто играет именно с телефона. Только вот вопрос в другом. Ведь есть определенные приложения, и любой игрок, который играет с компа, может в теории тоже зайти туда и забрать этот бонус. Да, забрать мобильный бонус, потому что есть у нас определенные штуки с заданками, когда периодически появляются именно на телефоне. И каждый игрок, даже который играет с компа, как я, например, он может туда тоже зайти и забрать бонус. Но тогда это получается нечестно. То есть, игроки, которые играют стабильно, и у них все нормально, получат такой же самый бонус. Возможно, там произойдет какое-то разделение, и именно в зависимости от того, с какого вы устройства играете, будет выдана компенсация игрокам. Хотя, зная, как у нас все это дело в игре происходит, то вряд ли это разделение может произойти. Поэтому здесь уже появляются новые определенные вопросики. Но, как минимум, какой-то бонус в виде дополнительных ультраконтейнеров, я думаю, что точно стоит ждать. Как у нас выдавались по 14 контейнеров, по 10 контейнеров. Я думаю, что вот такой бонус точно должен быть. Тут, как я уже сказал неоднократно, все зависит от того, насколько долго эта проблема будет сохраняться у нас в игре. Если эту проблему быстро решат, то, возможно, у нас как бы ничего не будет. Может быть, просто маленький какой-то бонусик в виде ультраконтейнеров дадут. Вся проблема в том, что никто не знает эту проблему, да, и с чем у нас связано отключение серверов. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как вы думаете, будет ли компенсация всем мобильщикам за отключение игры на телефоне. Также пишите, с чем может быть связаны эти проблемы, ну и, как вы считаете, выдадут ли полноценную компенсацию. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вы ждете новостей от разработчиков и ждете какие-то дополнительные бонусы. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не писать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok